Существует проблема, видимо, лени какой-то душевной, когда приходит, то, ну, когда несгоды какие-то, тянет, молится очень сильно. Но когда, вот, в очередь, какое-то наступает, в том числе и следствие молитвы, начинается почевание на лаврах. У меня есть ответ. Да, у меня еще, вот, вторая часть этого вопроса, что моей жены ровно наоборот. То есть, когда ей хорошо, она молится за то, чтобы, чтобы сохранилось это. А когда какой-то берет несгод, мне прям тяжело ее жить. Вот видите, как супер он объяснил разницу между мужчиной и женщиной. Это так у всех женщин. Когда ей легко, она может молиться. Когда тяжело, у ней все упуск падает из рук. Мужчина, наоборот, когда тяжело, он молится, когда легко, он спит на печке. Вот теперь я вам отвечаю. Вопрос в том, что я боюсь наказания за получение лаврах, чтобы вы не вдохновили. Я вам просто скажу, что делать. У меня тоже так же, как вы говорите, вот у всех мужчин одинаково. Вам надо просто, когда вы чувствуете, вам хорошо стало, берите больше ответственности. За людей вокруг себя. Берите больше ответственности и опять дальше трудитесь душой. Еще хорошо стало, еще больше ответственности. Вот так же видите, и все. Хорошо не должно быть. Это опасно. Это яд, разрушающий сердце. А сердце это самое главное в жизни. Спасибо вам. Тут мне хорошо стало, я поехал лекции читать. А женщине, когда тяжело стало. Супер вопрос, спасибо. Женщина, пускайте руки, слушайте. Вам надо знать природу вашего разума. Женский разум имеет коллективное сознание. Женщине для того, чтобы воспрять духом, нужно общение. Нужны подружки, нужны женщины, которые вас будут успокаивать, убеждать. У женщины разум работает только в отношении. Когда отношений нет, она завидает женщина. Не может иметь силу внутреннюю. Именно отношений с женщиной, потому что на мужчин, женщина тратит свои силы. На мужа, на детей, она тратит, на мальчика, на мужа, она тратит силы женщина, устает с ними. А восстанавливается она, и сила разума ее крепнет только в отношениях с женщинами. И еще один способ есть. Ну, не всегда у женщин бывает. Это зависит от мужчины. Если ваш муж, а это бывает очень редко женщины, сейчас, ну, как бы, не разочаровывайтесь. Это бывает очень редко. Если ваш муж никогда вам ничего не навязывает, если он вам говорит только тогда, когда вы просите его об этом, и говорит всегда очень по-доброму, ненавязчиво и деликатно, тогда женщина способна опираться в своей жизни на разум своего мужа. Она будет внимательно слушать его слова и всегда применять в жизни. Только в том случае, если он никогда сам ей ничего не говорит, дает ей возможность ошибаться, дает ей возможность делать глупости, наблюдает за ней всегда. Если она его спрашивает, он деликатно ей объясняет, как надо. И никогда не требует исполнения в этом плане. Это значит, что у мужчины очень сильный разум. И в этом случае женщина всегда будет слушаться его, без всяких сомнений. Но в основном женщины в нашей жизни опираются в основном на женщин. Если энтузиазма нет, позвоните подружкам. Также женщина может опираться на старших. У женщин очень сильно чувство старших развито. Вот смотрите, мужчины как слушают лекции, допустим, мои. Вот все мужчины смотрят на меня вот так. Ну, если уже давно слушать лекции, то вот так. Если только начал, то вот так. А женщины все до одной, за исключением тех, кто только начали слушать несколько дней, слушают лекции вот так. Они всасывают в себя знания просто. Понимаете? Потому что женщина, у нее коллективный разум. Она должна на что-то опираться. И поэтому женщина всегда очень сильна, когда она полностью разобралась в ситуации, ее разум стал крепкий. Женский разум всегда сильно работает в известной ситуации. Вот когда все понятно, что делать и как, она становится очень сильной, и она сразу начинает всех обучать этому. Мужа строить вот так, вот все вот так. Ты что, не знаешь? Такая-то лекция, такая-то минута, все, вот смотри, слушай, все, вот так. То есть она сама опирается сначала на это сильно, и потом начинает всех обучать. Потому что каждая женщина внутри это преподаватель. Она учит мужа, учит детей, учит родственников. И постоянно в обучении, как бы, женщина любит учиться, слушать. Она все изучает, как правильно, потом учит других. А если муж делает неправильно, ее визит, она не может, как бы, это выдержать. Ей надо, чтобы все было правильно. Женщина стабилизирует этот мир. Она делает его стабильным и правильным. Женщина, женская природа. Теперь мужчина, мужской разум. Когда все правильно, мужской разум спит. Он такой расслабляется. Истекает валенок. Мужской разум становится сильным, когда ничего непонятно. Вот когда ничего непонятно, а неизвестная зона, он сразу раз и начинает там действовать. Начинает двигать вперед, все строить, изучать. Когда ничего непонятно, мужской разум становится сильным. Когда все понятно, женский активизируется, мужчина спит. Поэтому мужчина должен дать возможность женщине быть старшей в квартире. Вот ты ей обозначил все как бы грани, и пусть она там шурудит всех, как бы заботится. Когда нужно твоё подключение, она тебя подключит, скажет, помогай, не могу. Но если ты полез туда, лезешь, смотришь, что она делает, ты её просто замучаешь, она будет плакать каждый день. Потому что женщина должна чувствовать себя хозяйкой в доме. Её разум должен быть полностью как веером раскрыт во всех делах в доме. И она должна быть очень активной, сильной, радостной. Мужчина обозначает ей грани. Если она вылазит за границу, он ей раз, аккуратненько, туда не надо.